Всем привет, вы на канале Science Daily. Компания Blue Origin впервые за два года отправила людей в суборбитальный космический полет. Миссия NS-25 стала первой после длительной приостановки полетов системы New Shepard, которая состоит из многоразовой ракеты-носителя и пилотируемой капсулы. Ракета-носитель New Shepard стартовала вечером 19 мая с площадки Blue Origin в Техасе и примерно через 2,5 минуты после старта на высоте в 60 км двигатель ракеты отключился, после чего капсула отделилась от ракеты, продолжив движение по инерции. И еще через 1,5 минуты капсула с шестью космическими туристами на борту достигла максимальной высоты в 105 км. В течение примерно 2 минут шестеро человек находились в состоянии невесомости. Между тем ракета-носитель отправилась обратно и совершила вертикальную посадку на площадку Blue Origin. Посадка пилотируемой капсулы состоялась немногим позже и, к счастью, прошла успешно, хотя один из трех парашютов при посадке не раскрылся. В ходе этой миссии за линию Кармана отправилось 6 человек, один из которых, Эд Дуайт, стал самым старым человеком из когда-либо летавших в космос людей. На данный момент ему более 90 лет. Нью Шепард – это полностью многоразовая ракета-носитель и корабль общей массой около 70 тонн, диаметром 3,7 метра и высотой 18 метров. Ракета одноступенчатая, использует кислород-водородный многоразовый двигатель BE-3. Капсула имеет внутренний объем 15 кубических метров и предназначена для отправки космических туристов за линию Кармана. Посадка капсулы осуществляется за счет парашютов, скорость соударения с поверхностью составляет около 24 км в час. Стоимость билета на такой суборбитальный полет неизвестна. По неофициальным данным, в этом году один билет обошелся туристам в 2 миллиона долларов США. Особый упор Джефф Безос, глава компании Blue Origin, сделал на безопасности корабля, оснастив его системой аварийного спасения. Однако 12 сентября 2022 года во время непилотируемого полета произошла авария, что привело к срабатыванию системы аварийного спасения и взрыву ракеты-носителя. Дальнейшее расследование причин отказа показало, что сопло двигателя разрушилось из-за нерасчетных термических нагрузок, вызванных конструктивными изменениями, внесенными ранее в систему охлаждения двигателя. После этого полета New Shepard приостановили на целых 15 месяцев, а пилотируемый полет решились повторить только сейчас. Будет ли система суборбитальных запусков New Shepard успешной, до конца не ясно. Другая компания Virgin Galactic, которая также предлагает свои услуги по запуску суборбитальных туристических полетов, тоже не может похвастаться высокой частотой запусков своих миссий. К настоящему моменту Virgin Galactic осуществила всего 6 коммерческих туристических полетов. Однако стоимость полета на космоплане Virgin Galactic составляет 450 тысяч долларов США, что существенно ниже, чем у Джеффа Безоса. Субтитры создавал DimaTorzok